привет друзья мои мы сейчас возле палаточки фопов до нового года осталось 5 дней соответственно сейчас вам покажу циферку 5 на объявлению фопов о том что через пять дней вступают в силу законы Гетманцева вот они и Третьяковой которые мягко говоря ничего хорошего попом не несут вы знаете под предыдущим видео некоторые пишут что вот все что произошло произошло по вине Доротыча и Доротыч такой-сякой вот он все виноват как мне там одни написали Доротыч сраный и это он развалил движение ну понимаете как он мог развалить движение вот это же интересно да вот те кто его обвиняют ведь он его создал по идее он прописывал все законы и с моей точки зрения как раз то что он делал это очень правильная вещь почему потому что вот эти вот драконовские законы Гетманцева и Третьяковой их надо не останавливать на один год что вам даст один год вот что вы бизнес свой на один год планируете а через год вы свалить в Польшу собираетесь какой смысл объясните мне малейший вообще смысл делать делать отсрочку на один год кто-то может вот нормальным языком объяснить какой в этом малейший смысл какой в этом резон резон есть следующий отменить этот закон как драконовский как тот который вообще не дает ФОПов жить и просто доработать новый закон который удовлетворит как правительство так и ФОПов но вместо этого сначала одни потом другие начали рвать ФОПов в разные куски в разном направлении вам не нравится Доротыч значит сядьте в конце концов с ним я имею ввиду те кто начали ломать это движение те кто начали его делить на части вам например не нравится то что делает Доротыч окей значит надо сесть с ним с ним обсудить этот вопрос Сергей мне Сергей Иванович нам не нравится то-то 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 давай что-то будем менять а как у нас получилось с ним кто-то разговаривал по-моему насколько мне известно с ним особо не разговаривали просто в один прекрасный день отвалили позабирали там пароли от групп Вайбери и собственно говоря на этом переговоры закончились то есть де-факто просто развалили движение ФОПов думали что нагадили Доротыч а нагадили всем ФОПам и сейчас получается очень неприятная вещь ребятки вас разделили сначала на две части теперь уже я так понимаю на три это как минимум на три на самом деле их там больше этих частей а теперь подойти к депутатам серьезно не может никто из вас просто по одной простой причине что раньше был лидер это Доротыч он им и остается уже все остальные это фейковые лидеры как вам сказать это все такая байда которая короче это все создали сами депутаты кто СБУ создал кто еще что-то и теперь они для чего это все создали для чего это деление для чего вообще разделили ФОПов все очень просто когда раньше был один Доротыч можно было с ним вести переговоры да нет и был как бы один человек ответственный за все с ним можно вести переговоры с ним можно найти какие-то решения сегодня извините меня одни вторые третьи четвертые депутаты говорят что я кстати разговариваю лично с депутатами говорю с двумя и один и второй говорят абсолютно одно и то же а там не с кем разговаривать они разделились пускай они договариваются между собой это дословно то есть а теперь депутаты дико счастливы после того как ваши так называемые лидеры разделили ваше же движение развалили его не окончательно развалили но скажем так серьезно ему навредили нанесли ему ущерб теперь вас всех из этого никто не принимает всерьез поймите что те кто вас поделил им вообще на вас наплевать они вообще может не собираются работать как ФОПы скорее всего и скорее всего это так я не могу это утверждать но скорее всего это так или они думают что они кто-то с кем-то о чем-то договорился но всех остальных ребят которые которых касается вот через пять дней введения этой всей байды с кассовыми аппаратами а особенно первичная документация штраф и это все вас просто подставили ребята те кто разделил ФОПов они вас тупо подставили и на сегодняшний день вы в результате остаетесь один на один с вот этими вот драконозаврами из всяких там налоговых инспекций которые вас будут рвать на куски а защитить вас будет некому раньше была такая организация сейфоп она включала всех а теперь каждый вот этот маленькая вот эта вот организация без году неделя которая не стоит ломаного гроша о которой депутаты говорят что там не с кем разговаривать потому что вас там 150 голов и теперь вы остаетесь один на один и посмотрите к чему это все приведет понимаете вообще вот изначально изначально все что было сделано изначально это большое преступление против ФОПов кто придумал вот эту дебильную абсолютно отсрочку что вам даст отсрочка еще раз говорю вы бизнес на год планируете или на 10 лет или на 15 лет это дело для многих это дело всей жизни что вы за год добьетесь абсолютно ничего я уже молчу тех а тех кто пытается ФОПов разделить каким-то еще образом уж и делить пытаются по-разному первую группу они считают что они сегодня вот так они крупно круто остались их никто не трогает а вторую третью там зачмырят уничтожат а мы хорошие мы первая группа мы переживем ребята первая группа вас тоже также уничтожит подождите пройдет год этих уже не будет эти все будут в польше кто еще куда свалит потом вас приконтракупят вы что думаете вы будете следующими знаете с какой вероятностью с вероятностью сто процентов вас всех кончат почему потому что задача вот когда это все вводилось кассовые аппараты когда первичка это дебильная вводилась по-другому не скажешь задача ведь не том чтобы поставить под учет ваши доходы расходы и так далее не ребят ну будьте серьезными задача семь летом задача в том чтобы вас не было и вот это самое главное для гейтменцев для этой тараканова или как ее третьяковой задача поставлена очень простая не должно быть конкуренции у больших торговых сетей а вы конкуренты поэтому вас не будет всех если у вас не будет единства а вы будете знаете не кулаком действовать а пятерной и растопыренной которые силы нет один лебедь рак и щука а у вас сегодня пропадут сгинут 2 3 группа на следующий год сгинет первая группа пуша и отправят на то же кладбище на ту же свалку на которой сегодня находится 2 3 если вы надеетесь что первую группу кто оставит живых но вы то ли лопухи то ли наивная то ли наивные лопухи думайте